Всем привет! В рамках этого видео давай с тобой проверим интересные баги и мифы в игре FIFA Mobile. Ты узнаешь следующее, возможно ли получить дисквалификацию в S-атаке, возможно ли забить гол дальше, чем с центра поля, как ударить через себя, ну и сможет ли нападающий с силой удара 150 плюс крутить в девятке. Если видео тебе понравится, не забудь его, пожалуйста, поддержать лайком, ну а также подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые крутые видео. Если ты хочешь купить FIFA Points или звездный абонемент, лучше всего это делать в серии в шопе. Сначала выбираешь нужный для себя товар, после чего оплачиваешь и скидываешь чек, ну и в кратчайшие сроки твой заказ будет выполнен. Нужную ссылочку ты найдешь в описании, переходи и покупай, что захочешь. Начинаем по порядку. Возможно ли получить дисквалификацию в режиме Division Rivals vs. Атака? Забавный факт, но да, ты можешь получить дисквалификацию и автоматическое поражение в том случае, если в твои ворота будет забито больше, чем 18 голов. Стоит отметить то, что один матч в S-атаке длится 1 минуту 30 секунд. Ну и даже если у тебя будет максимально слабый состав, а у твоего соперника наоборот команда из премиальных кумиров и ультимейт, то тебе игроков. Чисто физически за такой короткий период времени пропустить более чем 18 голов невозможно. Ну и я решил проверить, что будет, если поспособствовать увеличению пропущенных голов мои же собственные ворота. Я собрал полностью бронзовую команду. В S-атаке мне попался соперник с общим рейтингом 114 и сыгранностью 82. Ну и с самого начала матча я пытался за бронзовых игроков забивать свои ворота. На самом деле получалось достаточно успешно, но если бы не мой соперник и не его желание забить нам как можно больше голов, ничего бы, наверное, и не получилось. Но по итогу счет 0.20, как вы сами понимаете, за полторы минуты больше, чем 18 голов забит в мои ворота. И вот такое вот интересное предупреждение мне вылезает практически на весь экран. Мне как бы присвоили техническое поражение, хоть я и так проиграл 0.20. Ну, в принципе, логика в этом есть. Но самое главное, я сыграл не один раз, а целых два. Один раз проиграл 0.17, другой раз 0.20. Ну и в обоих случаях выскакивало данное предупреждение. Возможно, какие-то топ-игроки занимаются этим в преддверии события, где подбор соперников будет по твоему уровню фанатов. Но это так, честно заметочку. Ну а мы идем дальше. Возможно ли забить гол ворота соперника, находясь дальше, чем в центре поля? Для проверки данного мифа я использовал ни одного игрока. В ход шла тяжелая артиллерия в виде Модрича, Вальверда, Дебрюина, Бейлинга, Моутотти. Для начала мы отправились в достаточно легкий режим в турной лиге. Изначально я прощупывал, кто как в моей команде бьет, ну и чаще всего мячик просто не долетал до ворот соперника. К примеру, тому же самому Модричу тот не хватало немножечко силы для того, чтобы забить. Ну а вот Кевин Дебрюине идеально справился с задачей. Я вошел в центральный круг поля, зажал кнопочку пас практически на полный индикатор силы, ну и мяч полетел в аккурат зашив ворот в ворот вратарю соперника. Если ты захочешь это повторить, то тебе очень сильно поможет маленькая карта поля, которая располагается между джойстиком и четырьмя кнопками. Ну и у исполняющего должен быть достаточно хороший показатель пасов, и я бы даже сказал силы удара, но, наверное, когда ты зажимаешь кнопочку пас, сила удара особо роль не играет. Но я был бы не я, если бы остановился на этом, так что я пошел в онлайн равной игры. Отыграл порядка трех матчей, и лучшая попытка, которая у меня была, это удар Модрича, опять же таки из центрального круга, но вратарь этот мячик отбил. Но все объясняется банально тем, что в турне лиге вратарь у команды ботов достаточно слабо, а тут ты играешь против каких-нибудь Тотти 106-х карточек, Чеха 107-го и так далее. В это фифе, к сожалению, не прогружаются такие интересные анимации, чтобы мячик после отскока от газона мог перевесить вратаря. Но FIFA Mobile 20 у меня подобное получалось провернуть за 95-ю карточку Коновара. Пруфов, конечно же, не будет, потому что я тогда не был блогером. Ну а возможно ли вообще забить гол через себя в FIFA Mobile? А если возможно, то как это сделать? В принципе, тут есть два варианта. Первый вариант это очень удачно навесить на своего игрока, который будет располагаться в пределах штрафной. Но, к сожалению, это практически нереально. Потому что чаще всего навес приходится именно на голову вашего игрока, который оказался в нападении. Ну а также есть второй вариант, который нам больше подходит. Когда мы переходим в раздел «Моя команда», есть интересный раздел «Особые приемы». Ну и для реализации удара через себя вы должны использовать финт «Радуга». Ну и пробить через себя оказалось не такой уж и сложной задачей. Нажав кнопочку «Попробуйте» в разделе «Особые приемы» меня закинуло в какую-то тренировку наподобие ежедневной тренировки, но там ты ничего не должен выполнять, ты можешь просто тестировать своих футболистов. Задача состояла в том, что мне нужно было максимально приблизиться к вратарю, потом резко развернуться, сделав финт «Радуга» и нажать кнопочку «Удар». Пара неудачных попыток, ну и потом пиле забил через себя. Это очень красивый гол на самом деле, ну и тут вратарь просто был отыгран. Но конечно же нам этого мало, мы жаждем большего. Я пошел на свой другой аккаунт, где не особо был вкачан режим Division Rivals. Купил под Мнеймара с 94-м рейтингом, у которого было 5 звезд на особых приемах для того, чтобы делать финт «Радуга». Собрал состав из того, что у меня было в резерве, ну и отправился в онлайн равной игры. Как вы понимаете, у меня ничего не получилось, но оно в принципе и логично, потому что в онлайне реализовать такое, чтобы зайти в штрафную и приблизиться с вратарем, развернуться, сделать финт «Радугой» и ударить через себя. Учитывая тот факт, что у соперников состав из игроков Тоти в большей степени 98+. Это оказалось нереальным. Но зато соперников я порадовал знатно. Переходим к последнему мифу на сегодня. Сможет ли крутить в девятке тот игрок, у которого сила удара раскачана на 150+. Для реализации мне идеально подошел Харик Юэлл, который располагался у меня в команде. У него был прокачанный бустик на 13, ну а также полностью непрокаченные ранги, силы удара 147. Я отправился в наш всеми любимый режим турне лиги. Ну и в принципе можно сказать о том, что непрокаченный Харик Юэлл из-за пределов штрафной мог пробивать в разные верхние углы вратаря соперника, и это никакой сложности-то в принципе не составляло. А приори, наверное, показатель силы удара 147 это не статка для вингера, но Харик Юэлл это исключение. В общем, после проверки 110-го Харик Юэлла из героя с прокачанным бустиком на 13, я решил прокачать ему ранги до 25-го, сделав ему 115-й общий рейтинг, ну а также качнул бустик с 13-го до 15-го уровня. Сила удара была 147 плюс 21, то есть уже практически 170. Именно до такого уровня дошел показатель. Я снова отправился в турной лиге, ну и на этот раз реально было намного сложнее пробить уже в какой-то верхний угол из-за пределов штрафной. Удар там мог лететь мощный, но только не с подкрутки. Хотя стоит отметить то, что у вингера показатель и силы удара, и подкрутки на высшем уровне в любом случае. Но, как мы видим, на практике все-таки в большей степени преобладает статка силы удара. Стоит отметить то, что в С-атаке или равной игре это вам ни в коем случае не помешает, так как в большей степени в С-атаке момент именно в штрафной. Ну а в равной игре большинство пользователей пытаются войти в штрафную и там уже бить, для того, чтобы наверняка забить. Но, как минимум, стоит иметь в виду, то, что с прокачанным вингером нормально из-за пределов штрафной с подкруткой ты не побьешь. Все интересные мифы и баги, которые я нашел к сегодняшнему дню, проверенные. Если понравился такой формат видео, не забудь поставить лайк, ну и написать свой комментарий. Спасибо за просмотр, ну и до скорых встреч на моем канале. Всего наилучшего.